друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей напоминаю вам о том что у меня появился телеграм-канал ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях ну а также своих хороших добрых зрителей а хочу поблагодарить за то что не забывайте ставить лайки подписываться на канал ну и конечно же писать хорошие добрые веселые смешные интересные комментарии да друзья мои ну а мы с вами как вы уже поняли приступаем к обсуждению сегодняшнего кино шедевра друзья мои и уже по доброй традиции джейска в этот момент лезет к моим очередным наушникам вот не дают ей покоя все на свете да то есть отбираю от нее и с вами одновременно пытаюсь разговаривать общаться ну что вы знаете мне очень понравилось сегодняшнее начало ролика уралочка как всегда вы знаете из той категории людей которые два слова связать вообще не в состоянии да а если пытаются сказать какое-то предложение ну или так скажем какую-то там речь я уже даже не говорю про умную речь да то знаете как начнут как нальют воды что там уже забудешь что же она собственно вообще имела ввиду что ты имеешь ввиду что ты имеешь ввиду да как пелось в той самой песне говорит уралочка ой привет всем у нас сегодня такой такой день обдугани пришел из школы да друзья мои представляете такой день такой день обдугани пришел из школы кстати так было сказано словно обдугани вернулся из армии да в которой он там отслужил находился какое-то количество времени и так далее у нас такой день такой день обдугани пришел из школы ну понятное дело ятен пень как говорится раз он туда с утра ушел значит соответственно вечером да ну в районе обеда вернее должен прийти из школы он же не может там находиться на постоянной основе постоянно да всегда 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 и всюду далее далее уралочка решила нам продемонстрировать что все таки знаете следы присутствия в этой квартире обдугани непременно есть но она так делает периодически нас так скажем пытается тыкать смотрите смотрите я же вам говорю они ведь здесь проживают ну и начинает нас тыкать в этот шкаф а вот смотрите полки обдугани а вот смотрите а вот смотрите типа учебники тетрадки а вот смотрите школьная форма висит сейчас я кого-то прибью друзья мои да уже это шучу конечно я про джеску да так вот а вот смотрите а вот смотрите боже мой ребят там все напихано на этой полке того и гляди там все посыпется все стоит кривость и накость косость в общем бог знает как какой-то просто ужас да то есть там они в этой однушке как селедки в бочке и еще нам рассказывают о том что приезжают туда с ночевками семейства эрихи хотелось бы посмотреть на это лишь без щи тюленей вот вы не прям очень хотелось бы увидеть эту картину маслом да уралочка ты в следующий раз когда начнешь пилить контент я понимаю прекрасно что денежки в данном случае у вас вообще не пахнут не зарабатывать деньги это хорошо и замечательно но опять же есть какие-то знаешь все таки семейные ценности есть какие-то вообще ценности есть какие-то моменты которые но нормально адекватные люди они выставлять на всеобщее обозрение не будут но это не про вас на история про адекватных про нормальных это явно вы не из той категории людей поэтому у вас все идет в топку вам пофиг кого выставлять в каком свете да и даже если у вас просят в том числе и пацан но не показывайте но вырезайте этот момент нет конечно что вы что вы непременно это все пойдет как говорится на потеху публики да а потом будем убиваться и кричать о сволочи эти сволочи хейтеры боже мой какие же они ужасные люди они живут вот это вот говорят да ничего чтобы нам показали собственно мы этот момент и обсуждаем ну чего ребят значит да что там было что там было полки нам показали форму показали все у все в порядке шеф у все в порядке да значит клиенты уезжают гипс снимают да как гипс снимают клиенты уезжают короче все вот смотрите смотрите у абдугани здесь есть собственный уголок друзья мои туда я смотрю там у всех есть какой-то уголок понимаете далее далее значит уралочка начинает нахваливать нам абдугани который на сей раз занимается друзья мои выжигает он выжигает да увлекается очередное его увлечение про ножички что-то уже молчит слава богу не знаю то ли вылечила его бабуля да то ли собственно позабыл на на какое-то время то ли увлечение одно сменяется увлечением другим понятия не имею мне если честно это даже вообще не интересно ну а уралочка друзья мои уралочка уралочка вы знаете а стоит и опять там что-то болтает болтает а мой взгляд в этот момент упал на сарафана друзья мои да а тут стоит в подштанниках в этих знаете в трико вот в непонятно каких уралочка а мне вот интересно а что это за подштанники на твоем муже ребят ну если вы вы понимаете да что крики джессики я уж прошу прощения не виновата я если честно надо этого спала себе благополучно и как только вот я села снимать свой обзор моя кошка словно сошла с ума и начала надеться по всей комнате запрыгивать на кресло ко мне скакать искать свои эти когтеточки и так далее да так вот он мстит видимо нам за то что мы уехали оставили ее здесь ну что а значит вот я смотрю на его подштанники уралочка ты знаешь мне просто интересно а что это за как-то как же она говорит господи штанюшечки дали ну что это за штанишки ладно будем говорить нормальным языком да что это за штанцы на твоем муше муше мне очень просто интересно что это за карлик нос собственной персоной или знаете неудачный болерун на пенсии да который ну в седьмом в седьмом ряду там где-то стоял да как говорится в седьмом ряду там 15 и так далее и тому подобное в общем да какой-то болерун на пенсии такой знаете который никогда не пользовался популярностью да такой неталантливый абсолютно это что-то с чем-то вот это трико в обтяг сарафан вот этот коротконогий вот это пузо висящее вот это лицо вечно недовольное весь какой-то заросший весь какой-то боже мой без слез короче не взглянешь да далее далее уралочка уралочка наша начала объяснять что мол надо шторы шторы повешать да повешать но повешать да прям по повешается она скоро там как она на шее знаете так вот надо говорит протереть стены да то есть уралочка уже нарисовала фронт работы друзья мои я в этот момент прекрасно поняла что скорее всего это конечно же естественно какая-то непременно реклама да это не какая-то акция не какой-то приступ чистоты да я хочу привести свое жилище в порядок конечно же нет про генеральную уборку мы вообще там молчим там никто даже мебель никогда не отодвигает а мы там начинает исключительно только тогда когда приходят либо какие-то чистящие средства на рекламу либо какие-то швабры тряпки насадки в общем вы меня прекрасно поняли далее уралка рассказывает о том что пироги это хорошо пельмешки это тоже очень замечательно но надо бы сварганить еще и супчика да да она говорит ой 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 там что-то там что-то там какое-то слово сказала а он говорит он говорит ой а я и таких-то слов то не знаю да она говорит ну ну что ж мол типа вот есть такое слово он говорит ну да мне только учиться и учиться да сарафан вам только учиться уралки и у вас собственно будет свой тарабарский язык вы так на нем и разговариваете уже на протяжении нескольких лет ну и как вы поняли друзья мои да да вот этот приступ чистоты конечно же далее последовала реклама швабры точно такой же швабры ему же миллион раз эти швабер швабры отправляли на рекламу точно такую же швабры мы отправляли на рекламу в кабардинке помните когда она начала там в этом съемном жилье в этой хибаре друзья мои метр на метр да когда она там начала махать этой швабры и мыть там стены и потолки ребята когда она взмахнула первый раз крылом да с этой шваброй со своим крылом а и полно зашаталась люстра я подумала что все хана хибаре сейчас уралки не только на кукушку прилетит и встряхнет ей кукушку конкретно вот эта люстра да а так она еще и разрушит весь этот домик ну она знаете с таким прямо стервенением рвала и металла решила показать какая же она как же она магет и может может и магет далее далее а уже тут схватила тоже швабру как ненормальная и начала друзья мои тоже махать мол вот-вот надо говорит все почистить да и представляете наша чистюля наша красотуля наша малоеха наша красопета наша ляля полкилому азизова наша маля ляля 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 девочка припевать к она нашла в углу паутину уралочка я чуть не поняла мы тебя все тут вешаем на на доске почета у нас уже висишь да как самая лучшая хозяйка ревды а вот что то ты знаешь ты свои вот свой вот этот вот статус да свое звание лучшей хозяйки ревды ты почему-то вот ты знаешь все не оправдываешь не оправдываешь у тебя значит фарша магазинный всегда да тесто у тебя всегда покупное в доме у тебя срач грязь бардак полнейший в углах да у тебя паутина все у тебя грязное замызганное как начнешь показывать не сплиты весь грязный до пол грязный боже мой это конечно какой-то кошмар но с другой стороны друзья мои оно и понятно да чего хотеть мужик нормально не на мой нет есть мужчины которые помоют нормально но сарафан не из этой категории людей уралка сама даже наклониться не в состоянии да да поэтому по этой причине не удивительно что у них там полнейший срач нет мужчина может нам быть хорошо я вот неправильно вам сказала да хорошо и тщательно и так далее если он чистюля сам по себе сарафан сам по себе моется раз пятилетку поэтому сон там будет намывать вот эти вот углы да конечно не будет он этому не приучен его этому они научили в кишлаке в его семействе далее друзья мои а ну уралка пошла там значит эту паутину убирать этот гогочит за кадром все как обычно ну а уралочка напевает песенку не кочегары мы не плотники да но сожалений больше нет а мы монтажники высотники да и с высоты вам шлем привет друзья мои я валяюсь я валяюсь от этого колхоза как я всегда говорю далее да кстати тут же должна да 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 в общем ладно не буду ладно попозже как говорится далее далее пошла пошли они значит пошли это процессия двинулась вперед в сторону прихожки ребят я валяюсь ходят два здоровых тела тетя мотя 53-х летнего возраста и дядя которому скоро будет 36 лет он даже джейска занервничала в этот момент ходят друг за другом в этой хрущевке однокомнатной в которой знаете а тут уже вот тут только зашел а там уже комната собственно и закончилась ходят друг за другом представляете два здоровых человека и не в состоянии а вот самостоятельно кто-то бы один да один бы кто-то там ну вот как-то вот понимаете нет они вдвоем там наводят порядок уралочка надо было еще и риху пригласить вместе со сраилом пусть бы они помогли вам навести марафет в этой однокомнатной квартирке ребят я просто валяюсь два человека которые на минуточку нигде вообще не работают ну да один ролик снимут и на этом собственно все пошли они значит в прихожую сарафан ума палата у этого то понятно это вообще как говорится без слез не взглянешь да он решил сначала помыть полы а потом значит эту всю грязь да с грязного пола то что у них грязно в этом даже нисколько не сомневаюсь а давайте вспомним да ту же те же ту же обувь которые они убирали вместе с подушками обувь была вся с грязной подошвой они даже не удосужились ее помыть да как мы убираем обувь на зиму грубо говоря да ту обувь которая нам не нужна мы ее приводим в порядок мы ее намываем мы ее начищаем мы ее раскладываем по коробкам да или там как как нам удобно и так далее дабы она там не потеряла как говорится своей формы то раскладываем хорошо аккуратненько и так далее эти же взяли игра грязную обувь с грязной подушевой все затолкали в мешки еще и с подушечками да ну очень молодцы зашибись так вот сарафан ума палата друзья мои взял и схватил эту швабру гриту я хотел сначала полы помыть а потом помыть да вот этой грязные грязные значит насадкой потом помыть собственно вот эти вот стены она говорит ты что ты что надо не так делать надо сначала стены ты что ты что ты что ты что блин уралка я в шелке учитывая что он там как раз таки занимается уборкой если он вообще элементарного не знает то представляете ребят там эта уборка делается наверное раз в месяц намывается пятачок вот я знаете я вот всякий раз когда смотрю когда намывается вот этот пятачок да мне становится смешно я всякий раз вспоминаю свою бабушку мою любимую бабушку да вот которая которая нам помню с братом тогда говорила и чё вы тут уборку сделали говорит вы чё тут пятачок нам или надо греть все отодвигать да учила нас бабушка еще тогда когда мы были подростками вы что надо все отодвигать надо вот стулья отодвигать столы отодвигать да намывать все вместе с принту сами вот это будет тогда уборка объясняла нам бабушка в подростковом возрасте а тут два здоровых уже тела как говорится и не знают элементарных да вот этих вот моментов я просто в шоке он говорит да а я и не знал ну да ты еще сначала в туалете намыл как говорится да унитаз а потом бы этой губкой или тряпкой протирал бы кухонный стул ну а чё тут такого да собственно чё тут такого попону послеоперационную же стирали да вместе в воде в одной и той же воде в которой мылись там ложки-пложки стакана и чашки и так далее далее друзья мои я смотрю на сарафана он как прилежная домохозяйка да как прилежная знаете домохозяйка и моет и стирает и туда и сюда ой сарафан вот бы на тебя твои кишлачные посмотрели которые остались в кишлаке они бы конечно бы здорово бы над этим посмеялись далее друзья мои ну конечно же конечно же не могут не вспоминать про нас это пара гнедых вы понимаете вот они как бабки сплетницы сидят им надо кого-то обязательно обсирать слова сарафана они не только мечтаем не делаем чем дальше нас давят ми все вещи и вещи вещи и вещи это ми говорим про тех кто она да кто нас не любит кому мы не нравимся он ну и что на мне тоже много кто не нравится она ну мы же не можем нравиться всем хоть и пусть и муси маленький мой уралочка маля ля ля ну хорош за мной же повторять абсолютно все да когда я говорю мы не монеты и не и не купюру чтобы нравиться абсолютно всем а так вот да уралочка ну когда я говорю что я не монета чтобы нравиться всем да собственно это не предполагает чтобы каждый день говорить про хейтеров уралка заткнись уже в конце концов тебе уже там люди написали сколько можно говорить про хейтеров ей уже люди пишут да он а мне может быть тоже много кто не нравится типа я молчу ты молчишь сарафан мы только и слышим как вы с уралкой сидя на ютубе да то есть на всеобщее обозрение обсуждаете и обсыряете соседей кого бы то ни было кого угодно лишь бы кого-то обосрать а этот похож на обезьяну этот похож на того этот похож на того да говорит сам который больше всех похож на обезьяну так вот друзья мои а значит да мы все вещи 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 когда вот эта поломойка сказала о том поломойка при бабусе да сказал о том что он все вещи вещи и вещи в этот момент мне захотелось просто ржать ребят знаете вот честно чего добились эти люди абсолютно ничего все что сейчас они имеют это только зарплату с ютуба джен мы не берем потому что там все равно копейки дело не в этом это только зарплата с ютуба еще раз на минуточку сегодня это зарплата с ютуба есть а завтра ее может не быть по этой причине они останутся опять гол как соком но чего добился этот кишлачный чего добился этот который там ползает да а в позе зю намывая бабусе полы в квартире в чужой квартире чего-то добился у нас у мужчин в 35 36 лет уже есть свои семьи которых они до содержат эти семьи воспитывают своих детей не бросают где-то там да конечно и здесь тоже мужчина может бросить или там и в америке может мужчина вы делали не в этом да я говорю про нормальных мужчин которые живут своими семьями да уже и квартиры есть у кого-то уже дома построены 36 лет 35 лет это уже очень серьезный возраст а это уже когда ты как человек как личность состоялся сарафан что есть у тебя у тебя ни черта нет вообще ни черта и даже то что здесь вроде как у тебя появилась да и то уралка каждый раз тыкает себя носом в том что сиди молча это все мое и записано все на меня ничего у тебя нет все надежды у тебя на то что когда-нибудь это все тебе от уралки достанется поэтому сиди и не вякой ничего ты здесь не добился если бы не ютуб вообще бы не вылезли бы даже ребят боже мой из грязи в князи да смешно честно продолжение мои хорошие следует всем пока и и Продолжение следует...